Команда из Питагогического Университета На дороге что вам далеко? Коша! Привет! Ну что ж, дорогие друзья, начнем наше выступление Так, стоп, а где четвертый, где Пашка? Слушай, понятия не имею, но он мне вот веревку передал Вот хитрый, а в суд распрятался Паш, давай, гуляй дрожжи Алло, Паш, давай уже выходи, а! А-а-а-а, человек За черном сутки, с часами на арке Идет в сверху век Идет в дождь и в снег Сведя в 20 локтах Куда-куда декут века, куда-куда декут века Так, Паш, ну мы тебе же уже 300 раз говорили Это платье бело-золотое не синяя Да черно-синяя! Иди переодевайся, а мы пока взорвем этот зал! Собака-куда? Собака-куда? Сегодня играем в открытой Позже с выглянем мы глупо, а ведь ведь не умеем Ну что бы время не потратили вы зря И ловите света заряд Поехали! А начнем мы с блока коротких миниатюр Таджикский мальчик впервые увидел в снег Папы, там весь мир в шпаклевке Продолжение 50 оттенков серого 79 оттенок серого Хы-хы-хы-хы-хы-хы-хы Оказывается, что Никита Жигурда и современные технологии не совместимы Окей, Гугл! С чем едят скотят? Господи, спаси и помоги! Выпускник факультета иностранных языков в обычной жизни Помогите! Совесть не позволяет мне оставить все так на своих местах! Помогите! Помогите! Зовет на помощь! I find you and kill you! Я беспомощный лошпед My guys get you from the ground and knock your brain on the wall! Помогите! I find you in your city! Да не зэ! А зэ! Межзук и звук! А я ему селки сниму! Запретили распитие алкогольных напитков и курение в общественных местах Итак, представьте, запретили селки в общественном месте Лёха-Лёха, смотри в голову прийти! Давай с ним зафоткаемся, пока время есть! И чё чумно это ж запрещено? Да вот человек выход нашел на молитве! О, так снять! Итак, зимним морозом посвящается! Такого человека вы могли встретить на любой остановке! мудро definitely О, так и дур cham�у мудро Лёха-Лёх Алло! Алло, здравствуйте! Цоциальный опрос Да хоть сейчас, дырянь, у меня всё равно эфон к щеке примерз. Итак, друзья, давайте представим, что гонишник остановил двух синхронистов. Так, дамочки, война сплошная для кого нарисована? Я вам сейчас правду вижу. Хм, что делать, что делать? Надо позвонить своему бойфренту. Алё, Семён, хм, стерва, приезжай, случилось то, о чём ты нас предупреждал. Так, вы обе, быстро выходите из машины. Хм, обе, значит синхронно. Так вы чё, прикалываетесь, что ли, а? И чё вы дальше делать будете? А давай будем делать так, как нас учил наш тренер. К? Прям документы. Дорогие друзья, ну и чтобы хотелось.. Ти-хо, тихо, тихо. Смешное имя, правда? Смешное имя, смешные шутки, смешная команда. Коша, спасибо за внимание. Ваши адресы, друзья, команда Коша! Теперь мы перейдем, собственно, к конкурсу «Размиска». Хотелось бы сказать, что сегодня вопросы задают много уважаемых членов жюри. И, как я понимаю, первым задаст свой интересный и смешной вопрос Сергей Лисовой, друзья, авторисменты ему. Здравствуйте всем, здрасте всем, привет, кого я видел. В позднее случаях, конечно, хотел бы поздравить всех девочек с 8 марта в прошедшем сне. Мальчик похлопает, конечно, ну что вы там сидите, я привижу всех, кто не хлопает, вы не хлопает. Всех вас, девушек, кто здесь присутствует за 8 марта. В общем, такое дело, забыл совсем про 8 марта, не поздравил свою девушку, как мне ее вернуть? Руку сломала не она сразу же. Вот такой вопрос от Сергея. Забыл поздравить свою девушку с 8 марта, как ее вернуть? А как сломал Сергей? Всем же интересно сейчас вас. Вот так вот. Как можно? Рома, гололед. Ослабленный иммунитет. Да? Ну что же, ответ от команды плохой и очень плохой. Сергей, повторяйте, пожалуйста. Как мне ее вернуть? Вот у тебя проблемы. У меня пати сидит. Но это у меня не мои проблемы. Как мне ее вернуть? Да вернешь еще, не лампад же заложил. Отвечает команда, значит, пытается спокойно. Ответы команды люди напротив. Сергей, повторяйте, как мне ее вернуть. Можно еще раз, пожалуйста. Как мне ее вернуть? Эйчин пройдет, сама позвонит. Отлично. Я пучок. Отвечает команда люди напротив. Есть ли еще ответы у команд? 5, 4, 3, 2, 1. Есть два ответа, как смотрите, надо что-то считать. Отвечает команда КВН Картина Репина. Как мне ее вернуть? Ну ты что, зачем тебе ее возвращать? Ну ну смотри вокруг. Отвечает. Ответ пришел на КВН, боже. Ответ от команды КВН стали знакомым. Как мне ее вернуть? Ну ты на меру, давай позвони по бою, вернемся. На меру, давай позвони по бою, вернемся. Хорошо. И ответ от команды КВН Кожа. Подожди, сначала вопрос. Кожа, как мне ее вернуть? Ну после 8 марта, отрези эту придется. Сиди, такой девчонки, что я вражу. И ответ от команды КВН три кота на мясо. Как мне ее вернуть? Да, на Восибирске большой город, еще новую. Это просто совет, не на просто смерть. Вот, есть еще один, давайте последний ответ, это вопрос. Как мне ее вернуть? Пока, Айти. Отлично, отлично, отлично. Но, Сережа, смотри, как проснули. Все, это крайний ответ. Теперь она точно крайний ответ. Как мне ее вернуть? За три. Спасибо, Сергей. Давай, сынок, я сынок. Сережа, давай, рукой, рукой. А вопрос задает капитан. Пока тебе говорят вопрос, я подтяну. Капитан команды КВН. Экскурсия. Показать, Александр Шнайдер, друзья. Ура, друзья, здравствуйте, и все. У меня очень серьезный вопрос. Да? Да, очень серьезный вопрос. Я собираюсь покупать автомобиль себе. Ну, ездить, чтобы гонять по городу. И вот, мне нужен совет от вас, как от автолюбителей, какой мне приобрести автомобиль. А тебе какие нравятся машины? Спортивные, седаны, какие? Да на самом деле, никакие мне нравятся. Это просто вопрос, как ты думал, ничего не собираешься покупать. Нет, почему собираюсь покупать? Правда. Ответ от команды КВН. Это плохой. Скажи, какой автомобиль мне приобрести? Я тебе другое скажу. Батя сидит, а за рулем сестра была. Вот, пока оказывается город Купин, эритические таланты, друзья. И своеобразные родители. Есть ли еще ответы? Есть ответ от команды КВН. В моем квартале все спокойно. Скажи, какой автомобиль мне приобрести? Зачем автомобиль? Лучше автобус, экскурсии водить по городу. Дайте мне, в квартале. Команда КВН в горе. Скажи, пожалуйста, какой автомобиль мне приобрести? Ходи пешком. Хэгуп, хэгуп. Да-да-да-да-да-да. Как хорошо, что были шутки у вас, Александр, в эфире. Не было бы их. Или бы песни Грузии. Ну что? Есть еще какие-нибудь ответы? Есть ответ у команды КВН? Люди напротив. Скажи, пожалуйста, какой автомобиль мне приобрести? Нифига вам, Олес Баук дают. А по ней чего? Давай только не пропачиваю. А то слезы на глазах. Скажи, какой автомобиль мне приобрести? Девятка на рече. Света, морской волны. Девятка и модели. Лице, пацаны. По делу тоже. И вот так. Дядя, вот из трагедии какая смешная шутка получилась. Трагедия отца сделала игру. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо, Александр, друзья. Можно поаплодировать. Передаю микрофон. Вопрос задаем Евгений Юрьевич. Давайте вы зададите вопрос. Можно какой-нибудь, который уже был даже? Почему у меня не шестой айфон? Почему у Евгений не шестой айфон? Такой вопрос. Начнем с того, что у меня в принципе Сибинс лежит. А почему не шестой айфон? Как странно. На сцене не услышали, а там рассказывают. Странно сегодня. Ответ от команды. Старый знаком. Вопрос можно, пожалуйста, задать счет? Почему у меня не шестой айфон? Потому что у вас нет денег. Первый вопрос, пожалуйста, для команды КВМ-портали. Спокойно. Почему у меня не шестой айфон? Его батя в курсе по-любому. Ответ от команды КВМ-портали против НГУ. Почему у меня не шестой айфон? Потому что вы работаете в муниципальном казенном учреждении. Вот, все. Понимаешь линия, слушайте ответы. И ответ от команды КВМ-портали против НГУ. Почему у меня не шестой айфон? Будут у нас шестерки, будет шестой айфон. Я напомню, команда из Миногичского университета. Так. Я например. Есть ли еще ответы? На столь простой вопрос? А вот. Есть, друзья? Есть. Ответ? Почему же мы не шестой реформ? Эээ, это чё? Всё, где нам больше нет, спасибо большое, Евгений Юрьевич. Давайте поаплодируем вам всем. Евгений Сайцев, у вас нет вопросов? Он попозже, да. Как, да? После хопа? После хопа? После хопа. Давайте вопрос задаёт директор открытой лиги КВ. Вот Сергей Ганки! Здравствуйте! Всем, вот Сергей сказал про звучательный праздник 8 марта. Я хочу отметить, что у нас хоккейный клуб Сибирь прошёл во второй раунд. Это будет победа! Вот. Покатуйте, Сергей Ганки! Так, поэтому не так как бы, но если я живу со хоккеем, смотрю его, поэтому... Знаете, у хокистов есть очень много традиций, и они говорят так, что... Наши хокисты сказали, что если они выиграют континентальную лигу у Багагарина, они побреются на усы. Вот что бы вы сделали, если выиграют кубок открытой лиги Новосибирска? У меня вот есть ответ для одной команды. Давайте выгрубить! Отмечает команда КВН Кожа! Что бы вы сделали, чтобы победить в открытой лиге Новосибирска? Ну, вы знаете, мы бы в Сочи поехали. Молодцы! И чё, забыл Серёга? Вроде бы сам придумал этот приз. Придумал. А можно ли я не понял вопрос? Что бы команда хоккейная Сибирь, она бы побрилась нагло, что бы вы сделали, если бы выиграли кубок открытой лиги КВН? Отмечает команда КВН, люди напротив. Спасибо вам всем, что объяснили. Что бы вы сделали, если бы победить в открытой лиге Новосибирска? Против сестры показания дал. Аплодисменты! Отмечает команда КВН, в моём квартале всё спокойно. А скажи, пожалуйста, ты переоделась? Ну, вопрос сейчас. Скажи, что бы ты сделала, если выиграли? Что бы ты сделала, если выиграли в открытой лиге Новосибирска? А я бороду отпущу! Ещё раз переоделась. Ещё одна девушка отвечает. Дэв КВН, картина Репина. Что ты сделаешь, если выиграешь открытую лигу Новосибирска? Да я покидалась! Отмечает команда КВН Старе знакомый! Что ты сделаешь, если выиграешь открытую лигу Новосибирска? Куплю шестой айпон. Это был Сипер. Аплодисменты, который бистер-жок! Евгению, условно, признаём тебя на уровне? Всё! Спасибо, Сергеев Гамкин и друзья! Ну что ж вопрос задаёт Евгений Зайцев, автор самых искромённых и интересных вопросов? А, спасибо, но сегодня я и не подготовился, и поэтому вопрос такой... Эх, ни разу за два сезона не подготовился. Вот какой бы вопрос мог задать взрослый дядька из жюри? Вот, отличный, отличный вопрос из вас. Я за счет. Отвечает команда Голиона Просит. Какой бы вопрос мог задать взрослый дядька из жюри? Виннегрет свежий? Виннегрет свежий? Виннегрет свежий, когда символизируется в Виннегрете, понимаете? Отвечает команда Голиона Просит. Какой бы вопрос мог задать взрослый дядька из жюри? Не знаю, мы вообще с ним раз в них играем, но в копу готовимся. Вот, ответ от команды ПВН. Плохой и очень плохой. Я прям чувствую, прям жду, как он подряд. Итак, какой вопрос мог бы задать взрослый дядька из жюри? О, а ты что, переоделась? АПЛОДИСМЕНТЫ Я считаю, что Ланакопа, с единой ночью, что заказали все сегодня все разбиты. Облачу много поискетов. Спасибо команда. Дорогие друзья, КВН играем эмоционально, одной из эмоций являются слезы. Песня о слезах разных людей. Песня о слезах разных людей. Песня о слезах разных людей. Давайте будем притебать в твой палец Чтобы обузевали все Я того с душем на три скидался Теперь любое движение вверх Так хватит твердость! Вот прошло восьмой репортаж Плачет листья к китову Подалили мне цветочки В ряду сменой для близья Сколько раз я говорила Парадой останусь я Девочка раздалась в воскресенье В мимо девочек Найдала и вон до слова Передайте! Передайте! Знаю, что она несет узло Дальше! Передайте! Плачет листья в магазине Нагрубила и угости На вопрос Девятнадцатый смеси Он ответил Слышь, ты че такая дерзкая А? Берзкая! Ну ладно! Плачет парень В народном споре Слуха нет у него совсем Внутрь он попасть не может Сколько бы он не старался Он не получает И если мама не купила В магазине лицакет Типа плачет огня в шестоку Ну и что, что тридцать лет Типа валяйся по полу Так вот поступил я в шестоку Дорогие друзья, а чтобы выиграть одну восьмую Есть еще один способ Это надавить на жалость Поэтому Стоит на сцене Команда Кожа Татьяпта И же трет в пенал Вы шурили Надбежайтесь И поставьте Высший бал Больше мы не будем Бракать Я вам шутку написал Дети цветы жизни Подумал Олег Запихивая троих в вазу Дорогие друзья Смейтесь и смешите друг друга Ведь это КВН А с вами была команда КВН Кожа Без раздражения А с вами была команда КВН Кожа Можете аплодировать громче, друзья